Здравствуйте на ТНТ События дня. Все самое интересное из жизни областной столицы расскажу вам я, Мария Суворова. Смотрите сегодня в выпуске. На Пашихонском шоссе и улице Чернышевского готовятся к асфальтированию. Улицу Судоремонтную почти привели в порядок. На спорный адрес выехали участники проекта Жилкомнадзор, чтобы на месте разобраться в проблеме. В Вологде стартовал очередной сезон проекта Лига территории. Основные работы по асфальтированию проезжей части на улице Судоремонтной завершены. Дорожники привели в порядок почти километровый отрезок. Финальным этапом станет асфальтирование съезда в дороги. Но жители уже оценили разницу. Подробности в следующем сюжете. Хорошо стала ездить, лучше. Спасибо большое, что делаются ремонты, то, что заботятся. Сейчас и Пашихонское шоссе, где я живу, тоже как бы благоустраивается. На Пашихонском шоссе идет фрезерование старого покрытия. Планируется, что к концу недели на этой улице приступят к асфальтированию. Готовят к укладке асфальта и проезжую часть на Чернышевского. Там предстоит привести в порядок участок протяженностью в 4 километра. Старый асфальт уже снят. Сейчас идут работы по обустройству колодцев. Их приподнимут до уровня новой дороги. Заменят здесь частично и бортовой камень. Асфальтировать улицу будут только в ночное время с 22.00 до 6 утра. Чтобы не мешать движению транспорта. Улицы Чернышевского мы планируем закончить все виды работ через 8 дней. То есть к следующему понедельнику у нас будет готовность улицы Чернышевского где-то на 90%. Также в этом году придут в порядок улицу Козленскую. Там работы начнутся в августе. Всего же за этот сезон обновят 400 тысяч квадратных метров городских дорог. Такой объем работ впервые за последние 10 лет. Причем многие пункты в план благоустройства включены именно по просьбе жителей. Максимально учесть предложение Волокжан поручил своим заместителям глава Вологды Евгению Шулепов. Результат этой работы можно увидеть в разных районах областной столицы. Конева, Герцена, Мира, Октябрьская, Проспект Победы уже отремонтированы. Заменили асфальт и на Ленина, Благовещенской, Батюшково, Кирово, Пушкинской, на участках окружного шоссе и перегородной. А также на Ленинградском и Октябрьском мостах и на дороге в Парк Мира. Идет и ремонт тротуаров. На обновление пешеходных зон выделено рекордное количество средств – более 100 миллионов рублей. Все ремонтные работы идут под жестким контролем городских властей и общественности. И по итогу на всех готовых объектах специалисты изымают пробы вновь уложенного асфальта и проводят лабораторные исследования. На данный момент претензий к качеству работ нет. Алена Закатаева, Максим Ташковец. События дня. Отсутствие диалога как причина многих проблем. Жильцы одного из домов по улице Карла Маркса столкнулись с ситуацией, когда управляющая компания не слышит их требования и предложения. А свои обязанности начинают выполнять только после многократных жалоб и обращений в Центр по работе с населением и городскую администрацию. На спорный адрес выехали участники проекта «Жилкомнадзор», чтобы на месте разобраться в проблеме. Подробности далее. Ну вот это детская площадка и она как бы сейчас вот уже убрана. Но это вот было, наверное, месяца полтора так точно. Дети вот у нас в камышах играли. Список претензий к управляющей компании у жильцов дома номер 31 по улице Карла Маркса достаточно обширный. Подолгу не убирается заросшая травой территория. Некачественно работает дворник. Плохо вывозится снег зимой. Перебой с горящей водой, а в некоторых квартирах она и вовсе течет в перемешку с ржавчиной. Но главная проблема – отсутствие диалога с коммунальщиками, которые, по словам жителей, выполняют свои обязанности только после многократных жалоб. Зимой вообще я писала в департамент. Ну, конечно, после того, как 10 раз звонила в управляющую компанию, и все это исправлялось. А так у меня каждый месяц есть фотографии, есть отчетность. Каждый день, наверное, я посылала им сообщения о том, что грязные улицы, там неприбранные улицы и всякое такое. Это было каждый раз. Сегодня жильцы наконец смогли обсудить ситуацию с руководством управляющей организации вместе с участниками проекта «Жилкомнадзор». А это представители городских департаментов, Центра по работе с населением, а также депутат по этому округу Денис Долженко, которому не раз поступали обращения от жителей этого дома. Коммунальщики объясняют, многие вопросы связаны с тем, что дом, сданный год назад, еще не полностью заселен. Средств удается собрать немного. В итоге не на все их хватает. У нас по нормативам, самое раз в неделю влажная уборка, на следующую неделю влажное подметание, нижние этажи почаще. Идут ремонты. Даже вот когда здесь люди собирались, видели, ремонтники выходят с инструментом. Дом новый, идут ремонты. Постоянно за каждым, который прошел с мусором, тоже не может уборщиться. Постоянно здесь быть. Короткий осмотр подъездов и территории. Ряд проблем действительно есть, делают вывод активисты жилкомнадзора. Но все их можно решить, если коммунальщики и жильцы будут слушать и слышать друг друга. Те претензии, которые были, я надеюсь, директор управляющей компании услышал. Я думаю, что вот сейчас уже после такого знакомства все-таки вы найдете общий язык и уже будете решать в мирном ключе, потому что цель все-таки наша – вам еще здесь жить. Управляющая компания здесь еще обслуживать, поэтому нужно находить точки соприкосновения и взаимопонимания. Конечно, это основное. Если жители хотят что-то поменять, то они могут привести инициативу, и только они могут решить, что они хотят сделать. В случае инициативы жителей, Центр по работе с населением поддерживает их, помогает провести собрание, помогает договориться с управляющей компанией. Если же диалог с управляющей компанией в ближайшее время так и не наладится, жители видят один выход – сменить организацию, управляющую домом, или организовать ТСЖ, чтобы все общие проблемы решались оперативно и с учетом мнения всех жильцов. Егор Канавин, Михаил Прищев. События дня. 36 команд, 5 видов спорта. В Володе стартовал очередной сезон проекта «Лига территорий». В соревнованиях будут принимать участие как спортсмены, так и любители из 16 ТОСов областной столицы. Открыли соревновательный сезон на стадионе «Локомотив» динамичной фитнес-зарядкой. Подробности далее. Не испугают нас гадок и злы. А затем жеребьевка. Так определяет порядок игр. Они продлятся до конца августа. В этом году соревноваться в Алакжане будут в пяти видах спорта. Футбол, баскетбол, волейбол, теннис, бег. Такие дисциплины выбрали сами жители. Голосование проводилось среди всех ТОСов областной столицы. Радуюсь, что в этом году она еще «Лига территории» расширилась. И уже пять видов спорта, не один. Проект начинался три года назад, как городской турнир по мини-футболу. Но интерес к нему с каждым годом все больше. Так, в этом году за победу будут бороться 36 команд. Я решил в первый раз присоединиться, потому что для меня спорт – это часть жизни. Я люблю активный образ жизни, подвижность. А к тому же те виды спорта, которые будут представлены – это волейбол, футбол, это баскетбол. Это вообще все мое детство, вся моя юность. И такой интерес не случайен. В Вологде уже более 100 тысяч человек регулярно занимаются спортом. Выбирают здоровый образ жизни участники проекта «Лига территории», организатором которого выступает ассоциация ТОС «Вологды». Цель – задействовать всех жителей, которые живут на территории, всех, кто хочет заниматься спортом, чтобы была возможность проявить все свои спортивные таланты, свои достижения, показать другим, ну и вдохновить своим примером других участников. Это очень важно, потому что в нашем городе физкультуру и спорт очень любят. И для жителей города Вологды появилась возможность проявить, показать себя на любительских площадках, не в профессиональном спорте, а сами для себя. Свои силы команды решили испытать тут же. Первый товарищеский матч по волейболу провели на стадионе «Локомотив», а вот первые турниры в борьбе за победу пройдут уже в эти выходные. И прежде чем мы прервемся на рекламу, коротко о том, какие еще новости мы подготовили для второй части выпуска. 125 лет со дня основания исполняется в этом году городскому дому ребенка. Первая детская поликлиника в Вологде участвует в проекте «Народный доктор». Это события дня на ТНТ, и мы продолжаем. 125 лет со дня основания исполняется в этом году городскому дому ребенка. Накануне заместитель главы города Сергей Варапанов и представители попечительского совета посетили учреждение и проверили, как идет подготовка к юбилею. Подробности смотрите далее. Новый фасад из яркой плитки – это самый дорогой подарок к юбилею. Его сделал один из благотворителей. Также в учреждении починили кровлю и заменили все окна на пластиковые. В таком обновленном виде дом ребенка отметит свое 125-летие. Для нас важен каждый ребенок. Несмотря на то, что сейчас сложная экономическая ситуация в стране, находятся предприниматели, предприятия неравнодушные к судьбе наших детей. И это очень важно. Сейчас в учреждении воспитывают и выхаживают 80 малышей от одного месяца до четырех лет. В том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья. Численность ребят постоянно меняется. Большая часть воспитанников уходит в замещающие семьи. Кто-то возвращается к биологическим родителям. Ну а те, кто остаются, нуждаются прежде всего в заботе, теплоте и общении. Самое главное, что помогает им душевно, общаясь с детьми, устраивая им праздники, развлечения. Тем самым качество жизни детей повышается. Дети растут более добрыми, открытыми. Большое значение уделяется и медицинской реабилитации малышей с ограниченными возможностями. За более чем столетнюю историю в доме ребенка помогли не одной тысячи детей. В годы войны выхаживали малышей из блокадного Ленинграда. Тогда учреждение располагалось на улице Мальцево. Работали и в тяжелые годы перестройки. А началась история дома ребенка в 1891 году. Дом ребенка был открыт в честь серебряной свадьбы императора Александра III, императрицы Марии Федоровны. И в свое время назывался серебряным приютом. Располагался на набережной 6-й армии, в доме, подаренном купцом Колесниковым. И первыми были воспитанниками, 200 детей. Торжества в честь юбилея одного из старейших детских домов региона пройдут осенью. А пока в рамках федерального проекта «России важен каждый ребенок». Планируется решить ряд вопросов. На игровой площадке, где проходят уличные праздники, необходимо уложить специальное резиновое покрытие, а также привести в порядок инженерные сети. Алена Закатаева, Максим Дышковец. События дня. Конкурс, повышающий профессионализм врачей. Первая детская поликлиника в Голубе участвует в проекте «Народный доктор». Первую выемку анкет в учреждении провели сегодня. Однозначно проведение этого конкурса способствует повышению профессионализма медицинских работников. И, что немаловажно, повышает престиж медицинского работника в целом. На мой взгляд, проведение конкурса в нашей детской поликлинике и вообще в детских учреждениях – это приучение первых навыков гражданственности. Ограничений для голосующих нет. Заполнить анкеты могут даже дети. Опрос анонимный. Потому особенно объективный, считают эксперты конкурса. В том числе депутат Марина Денисова, которые не раз поступали обращения от жителей ее округа, касающиеся обслуживания в поликлиниках. Этот проект и призван исправить существующие недостатки. Настолько важно мнение самих и маленьких пациентов, и родителей, и бабушек, дедушек. Мнение наших вологжан будет выражено как раз именно в таком прямом голосовании. Это правильно. Напомним, за врачей, медицинских сестер и фельдшеров вологжане голосуют с начала июля в 11 медучреждениях Вологды. Планируется, что голосование продлится до конца августа. А в сентябре организаторы подведут итоги и назовут победителей. Турнир по шашкам города детства прошел сегодня в Вологде. Сначала на площадях проекта состоялся отборочный этап. Участие в нем приняли более 300 юных вологжан. В финал вышли только 30. Они и сразились сегодня за звание лучший игрок в шашки. Подробности далее. Пока идет регистрация участников на улице Разминка. Ребята играют в шахматы размером чуть ли не в их рост. Это настоящий игровой передвижной комплекс. Оттачивают мастерство и в шашках, в том числе китайских. Тут может как два человека играть, так и шесть. Главная цель этой игры – добраться к противнику вот сюда. Значит, зеленый идут к белым, желтый идут к черным, а синий идут к красным. Тут просто как бы ходишь, как в обычных шашках. Настольные игры увлекают, признаются ребята, потому на площадках города детства и был объявлен турнир по шашкам. Сначала стратегию оттачивали в своих игровых городках. Участниками отборочного турнира стали более 300 юных волокжан. Шашки и пошли играть на площадке. То есть у нас проходил отборочный тур. Мы выбирали самого лучшего игрока. Это очень приятно, потому что видно, что дети думают головой на самом деле, развиваются. В финал вышли 30 умников и умниц. Финальное соревнование проходит в городском шахматном клубе «Чемпион», где многие из посетителей города детства в шашки и шахматы играют уже не первый год. Турнир будет проходить по швейцарской системе. То есть выигравшие будут играть с выигравшими после первого тура, проигравшие с проигравшими. Ну и дальше тоже. То есть те, кто два раза выиграл, и те, кто два раза проиграл между собой. Ну, 9 туров запланировано. Но если очень быстро будем играть, то, наверное, немножечко продлим удовольствие и сыграем 11. Катя Гончарова шашки освоила три года назад. В их семье это любимое развлечение. Но сегодня, признается юная волокжанка, победу упустила. Тут у меня осталось как бы две шашки, а у него три. То есть в его пользу. Я не очень быстро продумывала ходы, и поэтому как-то вот так получается. Турнир длился больше трех часов. В итоге самым результативным игроком признали Екатерину Ишину. Это соревнование для города детства уже стало традиционным. Каждый год оно проходит в рамках недели спорта. Впереди ребят ждут зарядки, подвижные интеллектуальные игры, тематические викторины. Напомним, каждая неделя в городе детство тематическое, экология и культура, истории и профессии. Это уникальная возможность, играя и общаясь, получить новые знания и не потерять без пользы ни одного летнего дня. Мария Поздеева, Михаил Протасов. События дня. На этом у меня все. С вами была Мария Суворова. Смотрите События дня на ТНТ. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok